Уже несколько лет подряд 12 ноября отмечают как день встречи зимующих птиц. Вывешиваются кормушки и начинается подкормка пернатых. Но нужно не забывать, что птицы нуждаются в вашей помощи и заботе не только в свой праздник, но и каждый день зимой. Малый дятел, воробьи, сойки, галки, пеночки и утки – это неполный список птиц, которые обитают около нового офиса Государственного заповедника Утриш. Для пернатых специально вывешена кормушка, где они могут найти что-нибудь вкусненькое. Если вы начали кормить птиц, то, конечно же, нужно продолжать следить за тем, чтобы корм был каждый день в кормушке. Очень любят они семечки, любые семена, любые крупы, сырые только. Ни в коем случае нельзя давать какие-то жареные, копченые вещи, соленые. Синички очень любят сало. Не соленое, если вы кусочек сала подвесите в свои кормушки, то к вам прилетят на пир ваш очень много синиц. На самом деле очень много птиц, особенно мелких, гибнет из-за того, что они недоедают. Потому что для птиц важнее, конечно, еда, чем страшнее голод, чем холод. Татьяна очень любит птиц, но больше ей нравятся маленькие птицы, похожие на калибри. Далеко не всем дано понять это увлечение, но даже самый сухой и черствый человек не может не любоваться этими птицами. Одна кормушка способна спасти от смерти до 50 синиц за зиму. Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за сезон. Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом 3 человека. Мне очень нравится пеночка-веснянка, которая здесь у нас летает и похожа на калибри очень сильно. Эта птица такая неуемного энергии, она не сидит на месте, она все время машет крыльями. В общем, интересная такая маленькая птичка. Покормить птиц – несложный и приятный способ проявить человечность и стать добрее. Для этого нужно смастерить кормушку и следить за тем, чтобы в ней всегда был корм. Она должна быть удобна и безопасна для птиц. Плотное крепление, никаких острых краев. Мы не знаем, кто склевал наше угощение – синицы или другие птицы, но надеемся, корм пошел на пользу.